здравствуйте ну что ж я снова в эфире сегодня буду не один так уже традиционно вышло что раз месяц я приглашаю в эфир к нам гостя и сегодня у нас будет гость полагаю что гость очень интересный потому что как я понимаю он может нам дать ответ на многие вопросы которые интересуют нас ну скажем так за последние даже не два года а три года потому что были еще такие предвоенные события в той же москве о которых мы с вами говорили но не находили ответ и сегодняшний наш гость это российский юрист известный адвокат рубен киракосян здравствуйте я вас приветствую на канале антитопор приветствую вас неприятно да и вот чтобы не терять времени вот у нас все время вот 30 минут обычно не укладываемся в эти 30 минут я понимаю что у меня нет никакого начальника чтобы следить за временем в эфире да но просто когда получаются длинные эфиры потом это все сложно смотреть хочется вот в эти 30 минут уложиться и поэтому я особо не разглагольствовал не делал большие такие вступления и хочу сразу начать с интересующихся нам вопросов а вот насколько мы знаем в течение всего этого года у азербайджанского посольства в москве стояли такие одинокие пикетчики и вы имеете к ним какое-то отношение я вот сейчас вот почитаю я так понимаю что вы их защищали какова вот сейчас ситуация до сих пор ли эти пикетчики подходят к азербайджанскому посольству и что вообще происходит все это время ведь были и нападения тоже насколько я знаю значит да действительно вы корректно изложили вопрос действительно было такое движение общественное движение добровольное движение пикета гражданская акция которая вышла с требованием значит освобождения военнопленных 44 дневной войны акция была санкционирована московскими властями проходила вот наблюдением росгвардии значит про это был одиночный пикет разрешенный законом и в течение дня сменяя друг друга то там стояли москвичей армянского происхождения люди состоявшиеся специалисты и профессионалы своих областях деятельности которые просто по внутреннего позыву застали пришли чтобы каким-то образом довести так требования вынести так как не в армении этого позже не поднимала и вот и пришлось этим заниматься рамка гражданской акции значит эта акция длилась несколько месяцев началась она совершенно значит спонтанно какой-то координацию раскоординирующего центра у нее не было это были исключительно люди которые сами между собой координировали свои действия с одним и те же транспарантом выходили туда на каком-то этапе значит их акция начала раздражать посетителей посольства я не знаю было ли это случайными эмоциональным выпадом или организованно со стороны кого-либо но тем не менее на каком-то этапе начались массовые какие-то системные какие-то попознавения в отношении участников пикета независимости от того мужчина там стоит или женщина самая драматическая ситуация там была конце мая начале июня когда был избит московский архитектор ашот саркисян был доставлен оттуда в отделение значит больницу с травмой челюстно-лицевой травмой и до сих пор ашот восстанавливается с тех пор ему еще предстоит множество операций челюстно-лицевых там классических мы добивались с первого дня возбуждения уголовного дела по факту нападения на ашота почти месяц-полтора мы сталкивались с процессуальными затруднениями с тем что органы которые должны были максимально быстро задержать виновного пресечь его попытки значит покинуть страну и так далее либо назначить хотя бы экспертизу по тяжести вреда ашоту эти лица перестали выходить на связь значит это привело к тому что нам пришлось писать жалобы в разные инстанции конце концов мы добились того с месячным значит задержкой добились того что дело было возбуждено уголовное дело было возбуждено сейчас она находится в стадии значит ожидания пока появится почему-то непонятно почему отпущенные на все четыре стороны фигурант который скрывается в азербайджане сейчас и оттуда в чатах мы видим как его героизируют значит и молодец ты наш герой надо было скажите я вас перебью а вот другого тоже героизирует который напал на девушку молодую который напал на девушку молодую там там было знаете там очень интересная ситуация это была женщина в летах это было видно что это девушка молодая стояла на молодая девушка стояла в пикете значит не подошла возрастная такая женщина подошла со стороны посольства у нас эти видеокамеры все имеются видеофиксации значит явно видно что ее туда ввели потому что как только на конфликт как только наша девушка милине отдала дала отпор отстояла плакат и начала им зачитывать просто свои права согласно федеральному закону пикетах демонстрациях эта женщина значит ретировалась и пришли некие граждане и ее оттуда увели вот сторону посольства обратно я не знаю было ли это организовано действие этой женщины или нет но в заключении какие-то люди ее сопровождали в отношении то мы тоже подали заявление так как там не было причинено имущественно либо телесного вреда там нам отказали возбуждение делал но мы тем не менее зафиксировали факт того что это носит системный характер значит мы говорим о разных вещах я хорошо помню кадр где стояла именно молодая девушка и к ней подошел парень он вышел из здания азербайджанского посольства и ударил эту девушку все-таки три случая вероятнее всего я сейчас там было несколько случаев я сейчас говорю те которые наши производстве есть я хочу значит разговоре я вспомню о чем идет речь все эти случаи у нас фиксированы во всяком случае вот и значит наши девушки стояли там всегда вы мы с ними работали вы консультировали как необходимо там стоять чтобы не нарушать федерального закона и они всегда подходящим зачитывали положение федерального закона тем самым приводя аргументы и законности значит своего стояния на этом месте иначе это акция продолжалась несколько месяцев мы неоднократно пытались привлечь внимание армянских значит элит этому к этой акции как общинных структур так и в дипломатических значит из инстанций но какого-либо в разумительного разумительной реакции мы не дождались значит нам необходимо было просто чтобы их кто-то значит опекал как некое сообщество армянское здесь москве но к сожалению получилось так что они были предоставлены сами себе до последнего дня вот я лично писал письмо значит руководителю союза армии россии с просьбой значит применить значит вмешаться свое авторитетное мнение как-то высказать помочь тем чтобы к ним больше никто не подходил чтобы каким-то образом довести до сведения на той стороны но ни на одно моё письмо я ответа не получил рубен степанович смотрите если но этого не вы сказали это я сейчас говорю если уж азербайджанское посольство рассадник бандитизма а мы видим что это так то есть есть видео доказательства оттуда выходят люди избивают и заходят снова то почему армянская сторона хотя бы те же пикетчики не готовится к своему пикету где все эти спортсмены где эти все здоровые парни которых я все эти годы видел они приходили на мои встречи в москве в других городах тоже где они все почему они не контролируют этих самых одиноких пикетчиков я понимаю что в россии там по моему больше двух или больше одного человека нельзя находиться потому что это уже будет неправомерно массовое мероприятие да это уже будет массовое но в сторонке то встать и наблюдать то наверное все таки можно где эти ребята почему на девушек нападают вот эти вот здоровые лбы из азербайджанского посольства совершенно логичный вопрос мы никогда не видели там каких каких-либо сочувствующих даже не ребят или кем-то вообще кого-либо сочувствующего из армянской общины кто бы каким-то образом вообще выражал бы интерес или заботу или озабоченность происходящим потому что ребята стали не только там они стали еще у входа в мид российской федерации было два адреса пикетирования кто вот я вас опять перебью рубин степанович меня просто вот я с вами говорю и меня калашматит и у меня сразу проворачиваю в голове вот наши встречи когда я езжу по российским городам москве в том числе и ребята молодежь армянская из российских диаспор как правило у меня всегда спрашивают где самая сплоченная диаспора и вот мне хочется к вам обратиться а чего интересуетесь то где в какой стране самая сплоченная диаспора если вы сами то не сплочены вот вам пожалуйста ребята пример такие же ровесники ваши ровесники девушки порой даже не только ребята они ходят требуют чтобы азербайджан отпустил пленных а вы мало того что палец за палец не ударяете так еще и не поможете в этих делах вот сейчас я раскрыл такой вопрос почему вас нет рядом что за груша для избиения российская диаспора армян я еще раз извиняюсь рубин степан вы совершенно правильно эмоционально ставите вопрос вы знаете что я так получилось что в моей профессиональной биографии очень большой отрезок времени заняла так называемая диаспора и устроительства был сначала двухтысячных вовлечен процесс правового обоснования создания сообществ диаспоральных и я должен к большому сожалению сегодня значит констатировать что единое диаспоральной тела диаспорального не существует идет процесс такого атомизации фрагментации на малые сообщества вот по разным целям это могут быть благотворительные цели там помощи короба очень любят фонды излюбленная тема до большому сожалению это те организации которые есть они так и не смогли за столько лет стать координирующим центром того чтобы была единая диаспоральная какая-то структура чтобы была какая-то единая диаспоральная идеология поэтому это вот мы видим сейчас мы видим последствия всего этого что сейчас фактически лица не меняются они десятилетиями те же самые лица и тогда долгий разговор я не знаю почему так произошло но тем не менее вот некая монополизация общинного вот этого всего хозяйства имеется и поэтому новые вот силы такие как например вот те же самые пикетчики они действовали совершенно самостоятельно автономно на надежде что кто-то к ним присоединится я считаю что они делали работу вместо армении то что пикетчики вышли на улице это означает что армения сама не занимается своими военнопленными сама не занимается своими гражданами и это вынуждено сделали в рамках гражданской инициативы увы и это кончилось тем что просто просто иссякало у них свои возможности там бы и ресурсы иначе ты возможности и временные люди у людей людей своей семьи свои проблемы со здоровьем просто и вот это все привело в конце концов к вашему такому сожалению к такому концу что несколько месяцев на чистом энтузиазме держались мы как могли безвозмездно помогали и до сих пор помогаем тем которые были избиты еще и физически пострадали за это безусловно безусловно поэтому мы имеем то что имеем еще один раз еще один пример того к чему приводит наша разобщенность да низкий вам поклон я вам хочу сказать рубен степанович тут я могу только одно сказать юристов с фамилиями наян достаточно много но очень мало которые защищают армянские интересы в том числе да и вы один из из тех вот дабы подтверждение своим словам он защищает и не сейчас не только сегодня или вчера это было и и до войны например все мы наверное понем помним такого персонажа как олег кузнецов который не скрывал что он зарабатывает деньги на азербайджанцев он собирает с них деньги и пишет те нужные книжки антиармянские которые нужны азербайджану на русском языке естественно и все это потом распространяется по россии и вот насколько я знаю рубен киракосян занимался и олегом кузнецовым я прав нет все таки есть все совершенно верно это соответствует действительности и занимался и занимается дальше вопрос не снял повестки дня вопрос очень интересный он тянет по себе на некий прецедент когда научная деятельность должна стать предметом правового правовой оценки такой значит такой практике почти что нет вот поэтому мы будем добиваться что такая практика появилась отношении особенно вот таких личностей которые я считаю просто но они не имеют морального права вообще касаться таких тонких материй вообще как история армянского народа история взаимоотношений армян и русских армении россии значит методика работы данного гражданина очень на самом деле очень примитивно она сводится к тому что из истории армянского народа вырываются некие фрагменты где есть некий отрицательный элемент радикальный какой-то элементы и всего этого лепится отдельная картинка вот смотрите был там было движение на мезис было движение асала был наверно на ириу на нян был положим был по руль за тикан да вот эти все вот отдельные фигуры которые одиозные такие личности были тоже если этого лепится некая картина вот смотрите что это за нация вот у них не церковь церковь это международная террористическая сеть этот сеть по передаче денег оружие вот цитирую этого человека значит и значит цена задача была том чтобы начать добиться того чтобы дать правовую оценку вообще насколько такая точка зрения может иметь место значит я написал письмо на имя александра ивановича бастрыкина я очень признателен что мое заявление максимально быстро было принято на контроль и был данного поручения для того чтобы значит была значит проверка трудов историка на каком-то этапе я знаю он не историк он не имеет исторического образования но он представляется как историк он не очень интересная биография там он кем только он не был этот человек у него очень в одной жизни столько жизней прожить это можно этим значит это уникально такой второй ломоносов можно сказать такой своего рода значит и значит были даны поручения пока этого заявления уходила по инстанциям на каком-то этапе мы почувствовали уже некие теневые воздействия на работу следствия были вовлечены большие ресурсы с той стороны огромные ресурсы которых у меня не было у меня был только закон российской федерации на руках и право на гражданина отстаивать свои права но я встретил значит такое массовую значит сопротивление не только законно но и незаконно в том числе и попознавание мой личный адрес и преследование и пятое десятое там очень много интересных вещей чего до сих пор не было но значит те лица которые из армянского сообщества должны были стоять рядом они благополучно все растворились как только увидели значит такое значит системная значит оборону скажем так условно говоря поэтому у меня к этим лицам есть вопросы я не хочу сейчас эти имена произносить они очень известны чрезвычайно известны чтобы сейчас их произносить делиться надеюсь этот эфир смотрят и и должны сами себе задать ответ если у них совесть вообще да почему они вот так это все не исполнили взятые на себя часть обязательств поэтому эти лица москвичи бакинцы кто они это москвичи 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 они да и значит ну я сейчас не буду произносить эти имена но это очень это может привести было некорректно с моей стороны но тем не менее вопрос повестки дня не снят по нему работа продолжается вот передаю олегу юрьевичу привет через ваш эфир пускай ждет пускай ждет и боится это не конец скажите за эти годы сколько ему антиармянских книг издал удалось издать и где они были изданы на истории российской федерации что были изданы книги где были изданы они были изданы в городе москве издательство столица скажите вот как юрист разве подобные книги можно издавать в россии типографии никак не отслеживается вот насколько я знаю все что в типографии печатаете даже те же газеты журналы есть институт я забыл как он называется где там два-три экземпляра обязательно уносится туда и там они все это просматривают а как же эти книги ускользнули из под глаз таких мужей власти скажем так то есть если я сейчас захочу написать книгу о любимом гитлере в кавычках любимом да то я могу это сделать и распространять эту книгу вы знаете что они очень хитрую систему распространения значит придумали они эту книгу в тираж был очень такой богатый изданный тираж это публикатор книги значит но она не продавалась она в родницу не пошла эту книгу распространяют исключительно закрытым способом адресно безвозмездно нужным людям адресатам они понимают что за эту книгу можно понести безусловно это само собой означает что они осознают что они делают не совсем правильную вещь и вот 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 такие вот такие методики распространения частным образом частном порядке на закрытых презентациях на закрытых как это мероприятиях каких-то узких сообществах высокопоставленным российским чиновникам его могут представить это то что я знаю я не ручаюсь но я вот косвенно у меня такие информации что но все раньше так она распространялась ну что называется ну сбок с ним я уже понял по олегу кузнецову скажем так голопом по европе да и опять же напомню что хронометраж у нас небольшой объясните особенно вот наши диаспоры которые проживают не в москве за пределами москвы по поводу этой самой пресловутой абрикосовой войне что тогда произошло и чем закончилось дело закончилось ли она теперь и что сейчас москве потому что иной раз я вижу в социальных сетях в азербайджанских особенно социальных сетях пишется что дело абрикосовой войны местами продолжается есть какие-то нападения одних на других потом снова вылавливают и тех и других держат несколько там недель а в каталажках и выпускают это правда или нет вы знаете что каждый такой вот инцидент с каждым разом когда не пресекается это в конце концов становится допустимым стандартом поведения мы уже знаем сколько в этом году было инцидентов до связанных на межритинской почве и москве и под лежащей подмосковье это все вследствие того что вот ни один предыдущий инциденту не было дано достойно достойного правого ответа что лица не были привлечены к сожалению идет общая такая политика не не вам не вам да чтобы не напрягать в общем и целом но я понимаю причем делать чтобы не напрягать страсти эмоциональный градус чтобы в обществе не поднимать но к большому сожалению вот мы видим это вырывается в отдельные уродливые совершенно события такие как будто что случилось в дни так называемой абрикосовой войны когда наши значит соотечественники целый огромный караван при сельскохозяйственной продукции прибыл москву на территорию так называемых агрокластера фуд-сити который если я правильно знаю принадлежит обществу киевский вокзал который возглавляется бизнесменом годом ниссановым и соответственно почему туда прошла наиболее большая инфраструктура удобная для парковки большегрузного транспорта транспорта и возможности в быстрой реализации вопроса этнического то вообще не стояла ни с какой стороны потому что там торгуют все отовсюду этот наверное самый крупный как собянин заявлял крупный агрокластер евразийское экономическое сообщество устроился именно таком с такой амбицией евразийского сообщества вот мы видим вот со евразийского сообщества как этим агрокластером что случилось а случилось следующее что приехали наши машины туда 0 на армянские машины с армянскими сельхозпроизводителями их значит попросили покинуть территорию связи с тем что не гарантируют их безопасность это было сказано охрана этого рынка не не то что там прямо начали там притеснять или что сказали снимать армянские номера с ваших машин значит и давайте отсюда потому что мы не гарантируем вашей безопасности значит в этот момент к значит наши дипломаты попытались каким-то образом ступить переговоры с администрацией рынка но здесь ничего не получилось администрация на контакт не пошла а все мы видели кадры да да и более того в нарушении всех международных межгосударственных норм в отношении дипломата были применены значит не допустимые значит средства воздействия значит в дальнейшем отдельные армянские предприниматели вышли с инициативой и приютили у себя вот эти эти транспорты этот караван это на территории московской мыкат кольцо большого кольца в автодороге и люди там торговались дальше но систем что градус общественного начать внимание был очень высок то это вызвало кара значит такую спонтанную реакцию по разным регионам россии наиболее такой эмоциональный всплеск имел место в городе люберцы подмосковных люберцах где значит армянские значит жители города вы попали стычку с азербайджанским населением значит мы не знаем кто это что это за люди были потому что следствие так и не установила речь шла о том что значит армянские молодые люди выехали на пикете не пикетирование дежурство по городу чтобы не было никаких инцидентов они объезжали город на армянских армянские машины чтобы не допускать если будет инцидент чтобы его гасить на всякий случай ну вот азербайджанцы это вероятно все восприняли как некий вызов значит и на каком-то этапе у одного из точек общественного питания города стычка все-таки произошла там из искра значит прошла между сторонами была стычка и этому кафе был причинен определенный материальный вред небольшой но вред был причинен там были разбиты окна какое-то внутреннее оборудование кухонное но при этом ни один из участников этого инцидента со стороны армянской стороны следствием не был выявлено с целью установить личность виновных значит были значит задержаны более там 30 жителей люберец армянского происхождения рубен степанович москва стольный град большой город мегаполис все правительство там что мешает провести расследование один раз и как бы навсегда наказать зачищиков чтобы подобное не происходило это же россия она соткана из людей разных национальностей разных этнических групп и конфессий а дикари постоянно что-то провоцируют что-то делают нападают то есть совершают такие действия которые и не подобает конкретно именно в россии потому что я повторюсь россия это не однородная страна она состоит из федерации национальных почему за это время в москве власти москвы ни разу жестко не пресекли ничего подобного вы знаете что я в россии живу довольно давно я не знаю почему я другую россию помню помню советский союз помню города когда привлекали к ответственности независимо от национального происхождения любое подобное уродливое явление пресекалась я сейчас больше скажу я сторонник чтобы были привлечены к ответственности и мои сотрудники которые значит иницируют совершенно иногда значит не позвали если они являются зачинщиками да безусловно конечно мы говорим только законе не о национальности о законе должны говорить 100 и поэтому вы совершенно правы что это вопрос присоединяюсь к вами задаю почему не работает закон почему не работа так слабо работает правоохранительная система именно в этой области в области межнационального мира и согласия в стране для меня это загадка и я не знаю почему это происходит точнее ответы есть но они носят в других городах россии то же самое да это это зеркальным образом отображается на все иные регионы большому сожалению как такого властного сильного влияния на это пока мы не видим все как-то вот так пускается вялую такую ситуацию бесконтрольную значит лишь бы не вызвать я так подумаю так что они предполагают что если одну сторону наказать то вторая станция недовольна на эту сторону докажут же накажут что останется недовольны и поэтому такое принимается решение мудрое решение никого не наказывать но это странное решение я по-другому объяснить это не могу я хотел этот вопрос адресовать нашим диаспоральным элитам которые значит уже имеют большую традицию ходить по всяким высоким кабинетам там там заседать заседать и заседать и вот до заседались да вот что что мы сейчас говорим об этом даже я думаю что если организации завтра который сегодня представлен армян в россии завтра погода причине перестанут существовать это никто не заметит именно в сфере правозащиты я имею ввиду вот это ответ на ваш вопрос вопросы вопросы вадим наши элиты они не имеют права вообще поднимать подходить к национальным вопросам они не имеют от этого этих способностей эти вопросы решать у них нету этого навыков желания я не знаю чего еще нет они годами там сидят но ничего не делают в этой области мне не здесь потому что в конце концов обращаются ко мне обращаются к юристам что говорит о том что в саре в саре есть тоже юридический отдел и там вроде бы тоже как бы работают и делают тоже что-то делают я не знаю потому что я не нахожусь москве я там не живу я вот просто хотел узнать может быть вам как вместе с кооперироваться чтобы это не врозь было я с этим саром значит пытался кооперироваться начиная с момента когда я написал устав этой организации когда ее регистрировали но я трижды пытался значит с ними но это это невозможно это не получается на каком-то этапе это при случается некая совершенно непозволительные вещи которые не позволяют с ними сотрудничать дальше у меня это не получается может быть это мое какое-то мое упущение какой-то разность мировоззрения разность ратницы ценностей каких-то человеческих но у меня не получается понять систему их работы их приоритеты и сколько бы ни было у меня повода обращаться в общественные или иные организации это всегда значит приводило к отрицательному эффекту от этого дела автономная работа намного эффективнее нужно мне попробовать стать послом доброй воли и посадить вас за стол чтобы как-то хотя бы понять я честно говоря далек от юриспруденции боже упаси никогда не сталкивался я не знаю хорошо это или плохо но во всяком случае никогда не сталкивался поэтому я не знаю вашей работы да я не знаю суть вашей работы но чувствую что дела эти хорошие и если все правильно делать скажите рубен степанович самый такой вот скажем любопытный интересный случай вашей практике не обязательно армянский вот за вашу трудовую деятельность что первое в голову приходит вы знаете что я бы не хотел чтобы меня ассоциировали с адвокатом который ведет только этнические дела это не так вот поэтому я и задал сфера моего деятельности она очень широко я занимаюсь современными цифровыми провод цифровым правом на самом деле очень перспективные значит информационное право информационная безопасность и так далее это совершенно новая область я в ней получаю огромное удовольствие работаю в ней преподаю значит в этой области и был бы очень рад чтобы мои соотечественники да и остальные граждане россии наконец поняли что времена меняются надо всем значит брать себя в руки и получать образование переходить из стадии невежества в стадию уже нового совершенно новой реальности потому что завтра она постучится в каждую дверь эта реальность и я вижу что многие наши соотечественники к этому просто не готовы мы еще копаемся в истории а время время ушло дикими шагами колоссальной скоростью уходит вперед мы уже говорим об искусственном интеллекте говорим о квази субъектах совершенно новых интеллекта будем говорить об аудиовизуальных контентах и совершенно новые совершенно понятия которых вообще наши граждане не знают но она уже как эта реальность уже рядом с нами поэтому надо уметь оперировать новой реальностью и в ней находить возможности решения своих вопросов это мой совет такой призыв да но но вы не ответили на мой вопрос это скорее был призыв вы знаете что ну так получилось что самое интересное не то что интересно самое драматическое дело которое у меня было к большому сожалению было связано с тем что был начале двухтысячных в москве очень сильно было развито движение скинхедов и так и тогда трагически был убит молодой человек в баке баке ниц армянского происхождения корень ахшибека был убит под подземном переходе московского значит и иначе эти лица были установлены убийцы были установлены это было 4 скинхеда вот один из которых почему-то оказался как для меня моему удивлению почему-то азербайджанское происхождение такое в жизни не видел чтобы российские националисты мир не славянская не русское происхождение но тем не менее но такой курьер но тем не менее значит эти лица были значит установлены задержаны из в рамках адвокатских процедур не удалось доказать их виновность это называется это называется мимикрия ну да да он они считают себя воспринимал как москвича более скажу что никак азербайджанский считал что он москвич рожден москве и значит московские суды тогда категорически отказывались именно то что вы сегодня говорили почему то почему не привлекают к ответственности вот тогда это началось еще при лужкове когда суды отказывались при признавать мотив национальной расовой ненависти все переводили бы того и к хулиганские там какое-то якобы основание конфликта данном случае мне удалось доказать виновность этих лиц они все понесли наказание все получили сроки именно по мотиву национальной расовой ненависти принесли извинения семье убитого карена но конечно парня уже не вернешь был талантливый студент умница большой вот в в чем было правовая интерес вы спрашиваете чем интерес что это фактически в российской истории правосудия это был прецедент когда вот мотив национальной расовой ненависти был доказан как мотив совершения убийства я считаю это какой-то степени достижения да ну смотрите по поводу я помню хорошо эти годы рн е и прочее тем более что вот эти все да 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 сейчас эти мальчики бритоголовые уже давно выросли они стали взрослыми дяденьками один из них вот вы говорите я удивлен что вроде бы с одной стороны русские националисты и тут азербайджан ну вот вам пример сейчас некоторые дяденьки очень успешно сотрудничают с азербайджаном они сидят во власти а есть такой как евгений михайлов который тоже из журналист который тоже из этих же рядов рн ешников сейчас живет в баку и занимается антиармянской пропагандой на деньги азербайджана то есть эти рн ешники сейчас стали взрослыми дяденьками и работают на азербайджанцев то есть фашизм национализм нацизм он наверное притягивает как магнит если не в россии то они едут туда где эти можно заниматься до сих пор и даже за это получать перебил фуат аббасов получил оценку правовую сводительность за что спасибо правоохранительным органам его просто сюда выдворили да да который очень помогал олегу кузнецову но таких как фуат аббасов и сейчас уже немало конечно в той же москве или санкт-петербурге во всяком случае хорошо спасибо рубен степанович к сожалению наше время подошло к концу спасибо вам большое еще раз ну а нашим зрителям я хочу обратиться до нового 2022 года остается чуть больше недели я еще с вами встречусь поэтому пока с наступающими праздниками поздравлять вас не буду а вот уже перед самым новым годом мы снова встретимся с вами в эфире с определенной темой вам привычной и тогда я вас еще поздравлю спасибо нашему гостю за ответы которую нам да спасибо спасибо большое